Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн, я нахожусь в пригороде Чикаго. Сегодня у нас новая очередная очень интересная конференция, которая посвящена времени, и не просто времени, а объемному времени. У нас есть ученый-ученая, у которой имеются серьезные исследования на тему времени, и вот именно с ней и с представителем Межзвездного Союза мы сегодня поговорим. Здравствуйте, Юля, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте, друзья! Меня зовут Атмянина Юлия, я занимаюсь исследованием природы времени с 2004 года. И за это время сделала очень много наблюдений, исследований, написала книгу, пришла эровременная, изобрела часы объемного времени, настенные, настольные. У нас есть целая линейка инструментов, синхронографов, дарин. И хотела вашему вниманию представить видеоролик, который мы сделали в 2009 году, и я думаю, что он будет вам интересен. Жду этой встречи, чтобы как-то соотнестись, потому что те знания, которые я использую, они базируются на исследованиях Хосе Рбуэлиса, Галактической Федерации, исследований Майя. И мне кажется, это очень интересный сегодня будет разговор и встреча. Да, сейчас мы посмотрим ролик, но я хочу представить, кто, может быть, случайно не знает, хотя такого в природе нет, но на всякий случай. С нами Ирина Подзорова из Воронежа, контактер с Межзвездным Союзом. Здравствуйте, Ирина, и скажите, кто у нас сегодня на встрече из наших гостей? Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Юля, здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. И сегодня рядом со мной присутствует Раум Тиан с планеты Бурхат, специалист по энергетическим взаимодействиям в окружающей среде, и Миндас Каус с планеты Ислер, биолог, типолог, специалист по инопланетным форумам жизни. Они готовы ответить на ваши вопросы. Здравствуйте. Так, здравствуйте еще раз. Ну и тогда мы дадим возможность сейчас Юле показать нам свой экран, и она нам продемонстрирует ролик, очень профессионально хорошо сделан, который как раз и расскажет о ее теории объемного времени. Прошу. Цоля Хао. Архитектура времени в 3D. Время – самый неизученный предмет, на котором базируются все знания человечества. Для ориентации во времени люди используют два инструмента – часы и календарь. Часы с 12-часовым циферблатом показывают время суток. Но по ним невозможно определить, какое время суток – дневное или вечернее. Малая часовая стрелка делает круг два раза, создавая эффект дежавю в сутках. Часы не связаны с пространством. Задумывались ли вы о важности гармонии ритмов времени в вашей жизни? Если нет, давайте попробуем разобраться вместе. С астрономической точки зрения мы наблюдаем оборот Земли вокруг Солнца как смену времен года в течение 365 дней. Они образуют круг – орбиту Земли вокруг Солнца. Оборот Земли вокруг своей оси мы наблюдаем как смену времени суток. Люди являются путешественниками во времени, летящими на едином корабле под названием «Земля». Слово «человек» можно понять как «чело» на один век, поэтому у каждого есть личный скафандр, рассчитанный на 100 лет пребывания. Корабль планеты Земля вращается со скоростью 30 км в секунду вокруг своей оси за 24 часа, пролетая за год спираль вокруг Солнца. Солнце движется вокруг центра галактики со скоростью 225 км в секунду. По крайней мере, так утверждают современные ученые. Этот круг поделен на 12 частей – 12 месяцев. Один месяц длится 28 дней, 4 месяца – 30 дней и 7 месяцев по 31 дню. Мы даже не замечаем, насколько неудобный ритм календаря используем. Он не связан с 7-дневной неделей и не несет информации о качестве времени. Названия месяцев не отражают смысл и не показывают причинно-следственные связи в году. Сбой ритмов и дисгармония ведет к сбою в сознании и влияет на деятельность человека. Григорианский счет плоского и линейного времени затрудняет расчеты и точность полученных результатов. Объемные фигуры окружающего мира не имеют связи с расчетами времени. Ритм времени 12-60, 12 часов по 60 минут или 12 месяцев по 60 лет – чисто механический. Человеку сложно ориентироваться. Как следствие, на высоких скоростях возможны ошибки, неточности, невнимательность, проблемы. Но период в 365 дней можно разделить на 4 недели по 7 дней. Это 28 дней, повторяющихся 13 раз, плюс 1 день остается связующим днем между текущим годом и следующим. Ровно 52 недели плюс 1 день. Ритм 13 циклов по 28 дней и 1 дню есть в древних календарях, отслеживающих лунные процессы. Луна делает 13 оборотов вокруг Земли за год. Следование повторяющимся солнечным, лунным и биологическим циклам приводит к гармонии, внутренней целостности, внимательности и осознанности. Снимается уровень тревожности и неопределенности. Календарь нового времени 13 лун по 28 дней предлагает восстановить равномерность счета времени года и делать все своевременно. Давайте попробуем сложить существующие ритмы времени в единую втулку. 60 секунд, 60 минут, 24 часа, 28, 30, 31 день, 365 дней. Неровные элементы создают неравномерную втулку. Это очень неудобная, сложная и бесцветная матрица, где нет единой фрактальной меры. Жизнь человека можно поделить на несколько этапов – детство, отрочество, юность, зрелость и старость. Дальше деление столетий, век, 10 веков. Современный мир ведет счет лишь 20 векам. Эти циклы не просто круги. Это втулка, в которой вращаются все измеряемые циклы от секунды до тысячелетий. И где-то на восьмом уровне жизнь человека заканчивается. Секунды с тысячелетиями не связаны в одну систему координат. В таком сером туннеле путешественники во времени легко теряются и не могут найти точки входа, выхода, перехода на новый уровень. Ориентация во времени и пространстве является основой для существования и взаимодействия между людьми. Эта фрактальная втулка показывает, что человек тоже состоит как матрешка из нескольких оболочек, которые необходимо сонастраивать в единый механизм целостности. Давайте попробуем соединить элементы времени в единый круговорот. Современные системы измерения времени все делятся на четыре. Цветовое деление на части помогает увидеть простой цикл повторений. Красный, белый, синий и желтый. Точность расчетов астрономических явлений вызывает множество споров среди ученых. Например, звездные сутки длятся 23 часа, 56 минут, 4 секунды, но для ровного счета суточный цикл принимают за 24 часа. Год тоже не равен 365 дням. Это 365 дней, 6 часов, 13 минут и 52,6 секунды. За четыре года набегает еще один день. Утро, день, вечер, ночь, зима, весна, лето, осень – это деление на четыре ровных цикла. Сектор зеленого цвета показывает переход от целого числа к точному в одном круге и переход от одного цикла малого к другому большему. Его можно назвать периодом вне времени. Это как пауза в музыке, отдых между деятельностью, сон, день рождения, время между смертью и новым воплощением. Эти периоды повторяются на каждом промежутке времени. В буддийской традиции такой период называют период Бардо. Это означает промежуточное состояние между смертью и новым рождением. Это время обычно рассматривают как время великих возможностей. Это ощущение повышенной интенсивности, а также ощущение большей неопределенности и незаземленности. В любом возрасте человек уже не может опереться на свои привычные ориентиры и паттерны поведения. Скорости перемен становятся очень высокими, и необходимо как юле найти внутреннюю ось, чтобы удержаться в потоке изменений. В календаре мая 25 июля называют днем вне времени, как день перехода от одного года к следующему. Это день искусства, мира и красоты. 21 декабря 2012 года закончился по календарю мая цикл 5200 лет, и это малая часть 52-тысячелетнего цикла. С этой даты начался период вне времени, который длится около 20 лет до 2032 года. На основании многолетних исследований календарей мая и наследия Хосе Аргуэлиса в 2007 году Татьмянина Юлия разработала концепцию объемного времени Цоляхау. Она базируется на целостном понимании времени и пространства, где математика объединяется с геометрией, астрономией и календарем мая. Впервые можно визуально увидеть фрактальное вращение разных циклов времени. Круговорот времени, кроме четырех частей, можно поделить на 20. Известные астрономические процессы можно представить в виде 20-ти ричных циклов. 20 солнечных печатей календаря мая Цолькин будут образовывать круги, которые вращаются с разной скоростью, измеряющие временные отрезки от секунды до более полумиллиона лет. Новые термины ноосферного времени, предложенные Хосе Аргуэлисом, отображают новый тип мышления, основанный на расчетах закона времени четвертого измерения ритма 13260. Каждый круг вращается со своей скоростью, измеряя свой промежуток временной шкалы. Скорость – ключевое отличие каждого круга. Формула расчета времени всем известна. Время – это расстояние, поделенное на скорость. Когда говорят о пространственно-временной ткани, забывают о скорости. В пророчестве Хосе Аргуэлиса было сказано, время было украдено и сжато в плоский круг. Круг в плоскости в объеме является цилиндром. Каждый цилиндр в концепции объемного времени Цоля Хао имеет одинаковый размер. 20 частей по окружности и 13 частей в длину состоит из 260 клеток. И это равное ограничение помогает увидеть целостную картину, измеряющую конкретные пространственные отрезки. Цветовое и смысловое обозначение берется из календаря Майя Цолькин. 13 цилиндров вложены друг в друга, вращаются со своей скоростью, являют собой фрактальную цветную матрицу в виде галактической втулки 260 клеток в 13 степени. Так появляется новое понятие «архитектура времени в 3D». Если мы посмотрим на эту втулку времени сбоку, то увидим ее ровное и одинаковое строение — 260 пронумерованных клеток, постоянно повторяющиеся четыре цвета — красный, белый, синий и желтый. Зеленые клетки демонстрируют порталы галактической активации — это усиленные элементы цилиндра. Этот многоуровневый фрактал, имеющий одинаковый образ и подобные друг другу части, визуализирует мысль Альберта Эйнштейна о Вселенной как о слоеном пироге. Модель равномерно вложенной двадцатиричной втулки выстраивается в гармоничную структуру слоистой Вселенной. Образование детей строится на познании мира, скорость изменений — необходимая база для понимания времени, но изучения времени как предмета нет ни в одной школе. В обычных часах стрелка двигается по плоскости круга, но в объемном понимании времени стрелка неподвижна, она указывает на период внутри цилиндра. Стрелка движется не по кругу, а по спирали внутри цилиндра. Через каждую клетку проходят нити времени, пространства и обстоятельств. Нить времени может измерять 260 секунд, минут, часов, дней, месяцев, лет. Нить пространства измеряет 260 мм, сантиметров, метров, километров и астрономических единиц. Нить обстоятельств будет показывать единую ткань человечества из 260 психологических типов людей. У каждого временно-пространственного цилиндра есть своя стрелка, указывающая на текущую цветовую клетку. Вращаясь, цветовые сочетания цилиндров рождают волны времени. Одинаковые цветовые соединения между цилиндрами создают визуальные совпадения в виде пульсаров, которые можно назвать проходами, когда открываются особенные возможности, когда все как по маслу. Стечение обстоятельств выглядит как синхронизация одного цвета между разными цилиндрами. Раз и в какой-то момент все кубики цветов сложились в одну стройную волну лучших благоприятных возможностей, например, синего цвета. Это момент синхронизации естественно сложившихся обстоятельств во времени и пространстве. Концепция объемного времени Цоля Хао помогает объяснить дату рождения, построить замок судьбы на 52 года, личный гороскоп на год, на каждый день. Помогает человеку внести осознанность в свою жизнь, дает больше ясности и энергии для реализации своего потенциала и предназначения. Вращение стрелки в цилиндре Цоля Хао идет строго по пронумерованным клеткам от 1 до 260. Этот последовательный счет показывает волну и спираль одновременно, в ней можно отследить длину и частоту ритма. С одной стороны цилиндра кажется, что вращение идет по часовой стрелке, но при взгляде с другой стороны цилиндра движение против часовой. Поэтому направление вращения зависит от точки наблюдения. Это очень важный момент понимания стрелы времени и измерения природных явлений. Это помогает увидеть любой поток времени в объеме, открывает горизонталь и вертикаль времени. Из плоскости в 260 клеток можно построить любую геометрическую модель. Самая простая — цилиндр. В плоской геометрии очень трудно найти точку отсчета построения на геометрической фигуре, и в ней не имеет значения горизонтальная или вертикальная сетка. Цветное и точное деление развертки на 260 элементов создает объемное понимание геометрии. Из развертки прямоугольника можно построить цветной шар, причем по горизонтали это будет одна модель, а по вертикали другая. Это открывает новые горизонты исследования объемов времени и пространства. Объемный шар можно поделить на втулку и разделить на цветную спираль. Четыре волновых модуля образуют модель галактики из четырех рукавов, которая является прообразом четырех конечностей человека и четырехразовым циклом по 13 дней, недель, лун или лет. Изучение концепции объемного времени Цоляхао позволит быстрее получать и усваивать знания о многомерном мире, развивать объемную науку и преобразовывать жизнь на планете Земля в произведения искусства. Это оживит человека, сообщество, города и сохранит мир на планете Земля для будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Большое спасибо, что у нас есть такая возможность поговорить. Наверное, мне бы хотелось сначала узнать, кто с нами на связи, чтобы быть более точно. Меня, конечно, интересуют вопросы времени. Ирина, пожалуйста, расскажите про наших гостей. Может быть, обратную связь про ролик. Все ли им это понятно и интересна ли им тема времени. С нами присутствует Рам Тиан, физик с Бурхада и Мит Гаскаус, биолог с Ислера. Как прокомментируете, вот сейчас Рам Тиан, он говорит, что на Земле в разные эпохи и в разных странах существовали различные способы отсчёта времени. Наше отношение к времени — это энергия. Время в нашем понимании — это божественная энергия, которая двигает как пространство. Это с точки зрения восприятия частиц. Каждая частица, череда изменений каждой частицы во Вселенной — это есть, ну как череда изменений, это значит, как каждое изменение как бы по очереди. Например, любое физическое тело состоит из частиц. Изменение каждой этой частицы, поток изменений каждой этой частицы называется временем. С точки зрения физики Междузвездного Союза Время является энергией, которая является двигателем-двигателем, причиной образования пространства и всех частиц в нём. Но само по себе без пространства, без материального мира времени не существует. как физического явления. В духовном мире, откуда мы все пришли, существует так называемое субъективное время, то есть не изменяющая духовная сущность, которая является самозамкнутой на себя потоком восприятия. То есть их такое восприятие времени, что это энергия, которая в пространстве создает движение в пространстве, и благодаря этому проявляются частицы, то есть одна из энергий, которая создает. Она не существует без материального мира. А что касается ролика, здесь показан очень оригинальный способ отчёта времени, соединяющий разные временные промежутки вращения, который основан на вращении небесных тел вокруг друг друга. И на самом деле такой цикл был известен в древности. То есть, действительно, это больше похоже на лунный календарь, но не сам лунный календарь, а на его некоторое соединение с солнечным календарем. То есть это вот так вот две разные вещи. Лунный и солнечный календарь, они использовали, бывало, по отдельности. И в разных эпохах и в разных странах были характерны разные типы календарей, то есть отчёта, ну как вот месяца, как вы говорите, календаря. То, что показали вы насчёт тринадцати месяцев по двадцать восемь дней, это уже больше к лунному календарю. И действительно такие, да, подходит. И действительно были такие календари древности на Земле, а те дни, которые оставались до конца года, которые не были включены, потому что там меньше получается, они были периодом действительно безвремени. То есть обычно ваши предки их оставляли как дни поминовения предков. То есть соединяющие земной материальный мир с миром духовка ушедших людей. То есть они в эти дни проводили ритуалы подготовки к Новому году. И первый день после этого, как бы, вне временного цикла, он обычно был Новым годом. То есть днём Нового года. Когда-то это было связано с тем днём, когда в северном полушарии Земли начиналось как прибавление светлого времени суток, то есть поворот земной оси. Примерно где-то в конце марта 21-го, 23-го это был Новый год. А перед этим было несколько, там, пять-шесть дней было вне времени, которые отмечали, не отмечали. Как были праздновали, да, дни. Ну, как сейчас примерно святки, только они были позже, не зимой. А насчёт названий, о месяцах и так далее. Действительно, эти названия, которые пользуются сейчас русские люди, являются довольно современным. Изобретением ранее месяцы называли по их характеристикам. Например, характеристикам природы, растительности, климата и так далее. Потом просто стали называть по именам, некоторые по именам богов. Например, Март, это идёт от слова Марс. Почему стали называть Марс? Потому что считалось, что это первый день. Как раз вот связан с Новым годом. В древности Марс считался покровителем, ну, как года, вот как сейчас. Он как считался покровителем года, потому что он был бог, это только потом он стал бог войны. Раньше он был бог земледелия и бог защиты. Я думаю, нам надо дать возможность, Юля, задать вопросы. Наверное, она уже какой-то получила, да, уже общий срез. И давайте вы уже теперь будете спрашивать, потому что наши уважаемые инопланетные друзья сейчас вам прочтут лекцию, и вы вопросы задать не успеете. Поэтому уже спрашивайте. Да, он уже просто, Азара, объяснил, что там месяц, ладно, хорошо. Да, да, Ирина, огромное спасибо. Я не знаю, правда, как надо там, кого благодарить, да, огромное спасибо за эту часть, потому что в моих исследованиях эта часть уже, ну, просто подтверждается, что да, действительно у народов были свои календари и имели разные циклы, разные названия. И, ну, вот, если мы сейчас поговорим про циклы, то в календаре года есть 29 февраля. Можно ли сказать, что этот один день появляется из-за того, что наша Земля двигается не по кругу, а по спирали, как бы увеличивая спираль. И когда у нас было, и то есть можно предположить, что когда-то у нас была спираль года из 360 дней, потому что есть такие календари, да, из 360 дней, а когда-нибудь она будет 366. То есть вот мы на своей планете, мы не можем этого увидеть, мы находимся как бы на своем корабле Земля, и это нам не видно. А вот инопланетным друзьям у нас видно, что Земля движется по увеличивающейся орбите каждый год на 6 часов. Земля имеет действительно не строго круговую орбиту, а в форме эллипса. Да. Если смотреть, например, не с плоскости эклиптики, а смотреть снизу или сверху, то действительно ее путь, например, за несколько десятилетий будет напоминать спираль некоторую. Но это не единственная и не основная причина того, что именно в феврале, а не в другом месяце существует, существует там 28 или там раз в 4 года, 29 дней. В конце концов, тот день, который бывает один раз в 4 года, который невозможно было, да, даже когда его не прибавляли, когда просто 28 дней существует без этого дня, могли взять один день из какого-либо месяца, где 31 день, и просто прибавить туда. Было бы более ровно распределение тогда. Например, в месяце июля-август они следуют подряд 31 день и 31 день. При распределении календаря отец его составлял, могли бы взять 31 августа, например, перенести, и было бы там 29 февраля. Потом там могли еще перенести день из 31 и было бы тогда, да, на февраль. И было бы тогда, и были бы тогда месяцы только с днями 30 и 31. Но у меня вопрос именно про пространство. То есть можно ли сказать, что через какое время имя у нас 366 дней? Причина, почему именно 28 февраля, а не в другом месяце, и почему они не прибавили из других дней ей больше. Причина состоит как раз в том, что это показывало, ну вот сейчас, да, Медгазкарус говорит, это показывало то, о чем мы говорим Рам Тиан, как раз показывало людям этот период без времени, как бы его сокращали, который следовал перед Мартом. Ну просто он там сместился из-за того, что там стало 28 при переходе лунного календаря на солнечный, когда стали переводить. 28 дней 1 марта, оно раньше было чуть позже, то есть вот, как я уже говорил, Новым годом. Оно там на 20 дней сместилось, и потом стало 21, вот когда у вас весеннее равнодетствие. поэтому при переводе лунного календаря по 13, как раз вот, да, по 28 дней и на солнечный по вот эти, по, да, на современный вам осталось 28 дней в феврале, потому что между февралем и мартом как раз были вот эти дни, про которые говорил Рам Тиан. то есть это вот такой вот знак остался. Они были днем без времени. А что касается, почему 366 дней? Сейчас 365 дней, и 6 часов набегает больше. И это означает, что раз в 4 года набегает еще один день. Соответственно, может ли через какое-то время орбита Земли быть 366 дней? А, то есть увеличится год. Да. Разможно ли увеличиться год? Но за последние несколько, можно сказать, тысяч лет практически не увеличилось намного. Вот. Так что по нашим расчетам этого не произойдет и в дальнейшем, например, в ближайшую тысячу лет. Спасибо большое. орбита Земли, вот Сифрам Тян, говорится, она скабильна. То есть она, хотя и увеличивается вот эта вот спираль, но потом она снова возвращается к Солнцу, то есть она вот так вот по электрической орбите идет. Вот так вот. Проходит один и тот же путь практически. Поэтому существует и всегда 12 зодиакальных разведений, которые примерно, можно сказать, по 30 градусов. и на которой она основана там вся астрономия, потому что скорость вращения Земли и вокруг своей оси, и вокруг Солнца, она достаточно стабильна. Так же, как и стабильна масса Солнца и Земли. А можно уточнить? Вот по математическим расчетам получается, что размеры Солнца и Луны немножко не соответствуют тем, которые нам заявляют. Могут ли нам наши друзья как-то сказать, что астрономические знания о размере именно, размере Солнца и Луны точны? А в чём несоответствие? Просто они и у нас справочники просто говорят на ее размерах. Что? Что Солнце больше 10 раз, чем Земля. Больше. Больше, да? Ну, можно же задать вопрос глубже. Они больше на много сотен тысяч раз. Примерно, может, 800 тысяч раз больше диаментов. Хорошо, спасибо. Я на Земле. Тогда вернёмся к исследованию темы взаимодействия Галактической Федерации и Межзвёздного Союза. Хосе Аргуэлес, основатель науки времени, говорил в своих материалах, книгах, что знания пришли от Галактических Май, от Галактической Федерации. Могли бы вот как-то пояснить, а что такое Галактическая Федерация и что такое Межзвёздный Союз? И Галактическая Федерация и Межзвёздный Союз это собрание цивилизаций, которые имеют разные названия и разные назначения в Галактике. Цивилизации, которые принадлежат к Межзвёздному Союзу, могут входить или не входить в Галактическую Федерацию Союзу. Это основное отличие Галактической Федерации от Межзвёздного Союза в том, что в Галактическую Федерацию Света входит и гуманоидные цивилизации, и плазмоидные цивилизации. Причём плазмоидные цивилизации входят намного больше в Галактическую Федерацию, чем в гуманоидные. По словам гуманоидных я понимаю плотно-материальные формы все и антропоморфов, и рептилоидов, и инфектоидов и так далее. То есть это плотно-материальная форма жизни. А по словам гуманоидных я понимаю тонко-материальные формы жизни, которые существуют в иных измерениях и мерзностях, и плотностях материального мира. И в Межзвёздный союз входят только гуманоидные цивилизации, а в Галактическую Федерацию Света и гуманоидные, и плазмоидные. Можно ли сказать, что различаются ещё места расположения столицы значит у Межзвёздного союза столицы созвездий Лебедя, вот откуда вот Афрам-Тиан как раз планета Бурхат или самоназвание Эпикран и столица Федерации Света это скопление Плеяды и она ранее была в системе Сириуса, потом после разрушения планеты возле Сириуса переместилась системой Плеяды это планета Фу-Тица но это гуманоидная планета и она считается столицей Галактической Федерации Света сейчас в данный момент А можно сказать что во всей Галактической Федерации единое измерение времени есть ввиду одинаковые меры да нет так сказать нельзя у каждой планеты свое понятие времени тем более они вращаются вокруг как я уже сказал в отличие от гуманоидного международного союза там присутствуют еще плазмоидные цивилизации у которых такие понятия как время сильно понимание времени сильно расходится с гуманоидным вот как раз плазмоидные цивилизации некоторые из них склонны представлять время не как череда изменений в материальном мире а как некоторую фрактальную волну которая накладывается на пространство и вызывает в нем завихрение создающие там атомы и так далее ну это просто масштаб другой да понятно да а значит гуманоидных цивилизаций у каждой планеты которые вращаются вокруг одиночной звезды там двойной звезды тройной звезды бывают даже планеты которые вращаются вокруг пятимерной вокруг пятикомпонентной звездной системы у них совершенно разные модели времени которые зависят от их исторического прошлого которые в свою очередь зависят от времени обращения их планеты вокруг каждого например из Солнца, вокруг обращения спутников и так далее. То есть у них сложная система, это у вас одиночная звезда, а если она двойная-тройная, все это усложняется, так как орбита может быть нестабильна в какие-то периоды истории этой планеты, и приходилось даже, и орбита может становиться нестабильной при взаимном изменении компонентов звездной системы, и бывали даже такие случаи, когда Галактическая Федерация Северна совместно с Междузвездным Союзом приходилось восстанавливать орбиты планеты в более стабильное состояние, если они вдруг по каким-либо причинам выходили из него. Это все влияет на отчет времени. Да, Хосе Эргойлес описывал в хрониках «Космическая история» о войнах, о том, что происходило в Галактической Федерации. Это очень интересные такие темы, как действительно были орбиты, например, там Фаэтона, да, сейчас там пояс астероидов разбитый, из-за этого сейчас струна в Солнечной системе не звучит, и да, и, ну, по крайней мере, такая главная идея в том, что если человечество поменяет ритм времени, то оно спасет Землю и соединится струну времени с единым центром. То есть насколько может повлиять смена ритма вот этого 12-60, 12 месяцев 60 секунд 60 минут, которые сейчас приняты на Земле с ритмом 13-260, может ли это повлиять на изменение хода истории планеты Земля и всей Солнечной системы? Вы имеете в виду изменения в государственном масштабе? Ну, да, тут был следующий вопрос, какое количество людей должно поменять свое измерение времени, чтобы изменилось понятие времени. Да, если действительно все перейдут на календарь подобный вам, это действительно сменит, не то, что это сменит прям жизнь, это станет, из-за этого станет возможным более, ну, как бы другое прохождение цикла вашей Вселенной, более быгистрая, более гармоничная, потому что это будет согласовано с галактическим календарем, можно так сказать, то есть с календарем обращения Солнца вокруг галактики. И я хочу сказать, что как раз разделение часа на 60 минут, на 60 секунд, там ни на 10, ни на 12, оно тоже было введено не случайно, оно было введено жрецами еще Атлантиды, задолго до Вавилона, которые только повторили древние знания. На самом деле разделение на 60 и на 24, и так далее, обозначало, ну, как бы универсальную энергию круга, так как время постоянно бежит по кругу, и это зависело не только от циферблатов часов, а от циферблатов можно было написать любые цифры, на самом деле. И вот это вот 60 минут и 60 секунд, оно обозначало деление круга. Да, оно обозначало деление круга по несколько градусов, и они связали градусы с минутами и секундами. Ну, а почему тогда не было дальнейшего шага? Это отражало строение небесной сферы, вот как вы понимали, астрономы, они наблюдали за звездами, и все это отражалось на часах, то есть на вот этом представлении, что мы видим. Да, может, нужно было пройти дальше и сделать год, поделить на 60 дней, да, это было бы всего лишь 6 месяцев по 60 дней, и у нас было бы 360 дней, и вот у нас было бы тогда такое деление очень удобное по 60. 60 секунд, 60 минут, 60 дней. Почему? Что не поделили? Год на 60 дней. Почему год не поделили на 60 дней? Да, так же было бы удобно, то есть 60, 60, 60. Ну, это вопрос, да, это просто размышление, это не вопрос. 60, и тогда было бы сколько месяцев? 6. Знаешь, в чем дело? Дело в том, что на самом деле до войны, 12 тысяч лет назад, которое прошло, в Солнечной системе было 12 планет. 12, число 12 обозначало число гармонии небесных сфер. После того, как Фаэтон был уничтожен, осталось 11 планет. Фаэтон был уничтожен, вот он мне говорит, Плутон сейчас исключили из планет. А еще одну планету еще не открыли. На самом деле там существует... Вот та вот крупная планета, которая существует в космосе, до орбиты Плутона, там существует несколько, можно сказать, несколько десятков мелких астероидов, но крупное небесное тело, они его не открыли. Пока еще наши ученые, но он существует. И это была тоже планета. Такой системной, солнечная система стала не сразу. Две внешние планеты, они появились от другой звезды. То есть они были захвачены притяжением крупных планет, внешних крупных планет, как бы гигантов вот этих вот газов. Имеет в виду Нептун, Уран, Юпитер и так далее. Аттурн, который пролетая, солнечная система пролетала близко от звезды, захватила там их крайние планеты. За счет крупных внешних планет. Это произошло, ну, может быть, примерно 2,5 миллиона лет назад, 3 миллиона лет назад. Но на Земле еще не существовало вот такой вот жизни, то есть, может быть, там 4 миллиона лет назад. Это еще не существовало такой разумной жизни на Земле. Только ее открыли недавно на нашу планету и уже проводились эксперименты по созданию человека, но еще не было разумной жизни. Насколько я помню историю, конечно, солнечной системы. Но тем не менее, до войны, когда уже существовала цивилизация на Земле, древние астрономы, которые были контактерами, знали о том, что существует 12 планет. И это для них было гармонией небесной сферы. Исходя из этого, они умножили число 12 на число, которое обозначало человека. А в нумерологии число, обозначающее человека, это было количество его энергии, его пальцев на руках. Это было 5. 5 – это было число 100 человек. И умножив его на 12, получили 60. То есть час состоялось из 60 минут. То есть они разделили, соответственно говоря, и каждую минуту, на столько же секунд и так далее. И число 60 тоже появилось не случайно, потому что это число уровней, ну как бы число уровней материального мира. 60 уровень уже считается духовным. А 59 уровней плотности – это весь материальный мир. То есть с 1 по 3 – это плотный материальный мир. с 4 по 59 считается тонкоматериальный мир. То есть вот тоже отражает это число. А так как время является характеристикой именно материального мира, именно здесь и проявляется это число 60. Можно ли сказать, что дата рождения, которая есть у каждого человека, в ней заложенные коды времени, которые влияют на некое предназначение человека и его ленту времени, то есть что она имеет какую-то хотя бы примерную предопределённость? Действительно, дата рождения, она вычисляется заранее ещё в духовном мире, в которую родится человек, но не для того, чтобы предопределять, а для того, чтобы показывать тем духом, тем специалистам, тем духом, которые умеют вычислять по формулам времени, временного, так сказать, не кольца, цикла перевоплощений, умеют вычислять характеристики духа, который воплотился, его духовный уровень и жизненные задачи. Действительно, в Международном Союзе существует такая наука, астротная нумерология, она по-важному будет называться, или духовная нумерология, которая вычисляет именно уровни духов, откуда они воплотились, и вычисляет различные характеристики их физического тела, их чакр и так далее, по специальным формам. Но это не предопределяет, а показывает, какой дух воплотился. Так же, как, например, натальная карта, она показывает по планетам, то есть расположение планеты в их знаках зодиака, в домах гороскопа, оно известно ангелам-консультантам, которые рассчитывают, когда дух должен родиться в теле, когда человек должен родиться. И по этой карте, вот этих вот натальных карт, происходит рождение зачатого ребёнка уже как бы на свет, появление на свет. И даже если бывало очень много раз, бывало такое, что по срокам женщине нужно было рожать, но ангелы-наставники, например, задерживали рождение на несколько дней или ускоряли его, потому что не было нужного соединения планет. Это очень интересно, что нам кажется, что события складываются случайно, например, вот про дату рождения, а оказывается, это делается специально. То есть вас посылают, вашу душу, в определённый день родиться, чтобы показать вам, с какого уровня. Вот, например, когда вы родились? 24 мая. 24 мая. Во-первых, в прошлой жизни вы были мужчиной. А какого года? 77-го. Сейчас, две минуты. А вы подождите, 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 давайте поговорим. Это займёт меньше одной минуты. 24 мая. 77-го. Так, сейчас, 24. Плюс 16. Там ещё имя играет роль. Не только дата рождения. Имя дата рождения у вас, Юлия? Красивое имя, которое может быть и мужским, и женским, да. Так, ладно, я ваш уровень рассчитала, я вам потом его скажу. Да, да, мне кажется, это не настолько важно нашим слушателям. Да, это совершенно не важно сейчас. Да, вот что... Получается, что у человека есть ограничения во времени, да, то есть он... Ему даётся чело навек, да, то есть, ну, примерно 100 лет человек может прожить. И у него есть временные, ну, какие-то обязательные элементы, да, то есть по телу. Наш возраст показывает, как тело состоит. А бывает, что человек не соответствует возрасту, да, то есть, например... Вообще, слово «век», «век», «слово», «век» и «слов». Составное слово – это трёхсоставный слог. А в древности, как известно, было слоговое письмо, и каждый слог обозначал неопределённый символ. Вот если разобрать слово «человек», то мы можем рассмотреть... Слово «век», он был отдельно. Он обозначал понятие вообще времени. Любое время называлось веком. А вот слово «чело», он состоял из двух слогов. «Че» и «ло». Если мы рассмотрим значение этих слогов, то мы получим такое понимание слова «человек». Слово «че» обозначал разум. Разум, ум, некоторая мыслящая субстанция. «Че» или «чи». Отсюда, например, слово «читта» в древнеиндийском понятии. Или там русское слово «читать». То есть близкое к этому. И «ло» обозначало сосуд, вместилище, некоторое какое-то помещение. Обычно переводилось словом «сосуд». Таким образом обозначало человек разумный для разума сосуд временный. То есть для разумной. Сосуд времени для разума, да? Да, сосуд времени для разума. То, что человек – это некоторое такое биологическое существо, в котором воплощается дух, и именно биологическое тело, оно временное. То есть сосуд, подчёркиваю. А если само слово «время» рассмотреть с этих позиций, то соединение двух согласных «в» и «р» и гласное, любая на конце этих соединений, то есть мы здесь получаем «вр», обозначало вращение. Вращение, кружение, некоторых выворот, чего-то. «Ма» или «мя» обозначало рождение или «рождать». Отсюда слово «ма». Так вот, слово «время» состояло из двух словов «вре» и «мя». Обозначало вращение рождающих. То есть как раз обозначало, что именно время, такая энергия, она создаёт вращение всех миров вокруг друг друга. То есть это знания, о которых я говорю, и которые отображены в ваших словах, конкретнее в русском, можно рассмотреть и на другом языке, там будет то же самое, просто иные аспекты откроют. Это всё знания ваших же древних жрецов, которые они зашифровали сначала в слоги, а потом в слова. Ну вот можно сказать, что у нас было украдено понятие времени и о времени, и сейчас какое-то идёт такое восстановление знаний о времени. И это очень интересно, что сейчас мы начинаем понимать о слогах времени и как это построено было раньше. Можно ли каким-то образом заинтересовать людей, чтобы они стали заниматься больше исследованием собственного времени или знаниями о времени, потому что сейчас все заняты каким-то материальным больше, чем… Но самое ценное, что у человека есть, это время. Вообще, если рассказывать о значениях этих слов, я думаю, можно заинтересовать людей, так как они начнут интересоваться названиями, например, этих же временных промежутков, что они означают, это тоже очень древние слова, что, например, означает тот же слово «час» на слоговом языке, что означает там слово «минута» и так далее. Если хотите, я расскажу вам. Я вам, например, скажу, что даже вот «ча», вообще слово «ча», если после «ча» идет гласный, который не «е» или «и», а вот «а», например, то он обозначал обычно слово «часть». Чем вот? «Часть», «частично», что-то частичное, от чего-то взятое. А «с», одна буква тоже имела значение. Тоже у нее была рума, которая обозначала отдельно эту букву. Рум существовал очень много. И они были не только скандинавские, они были индийские, и русские, ну, то есть не русские, а славянские, все языки и алфавиты уже появились позже на их основе. Руническое письмо — это самое первое, да, верно. Да, все остальные, все остальные языки и алфавиты, включая и иероглифы, и более приближенные к символам западного мира, это все пошло исключительно от румы. и на самом деле час, вот «с» буква, обозначает соединение чего-то, соединяющий, то, что объединяет таким образом, или что-то соединенное. Так вот, час — это обозначало из частей соединенных. То есть это уже обозначало единицу времени, которая из чего-то еще состоит. Надо отметить, что именно в русском языке есть слова, в которых нет никаких в других языках, например, слово «сутки». Да, то есть это только в русском языке есть такое понятие «единство дня и ночи». И я изучала эти термины, откуда они произошли, и сравнивала с разными языками. Это очень интересная тема. Да, спасибо большое, что уточнили про час, потому что у славян было прямо название отрезка «час». Вот он был, правда, 90 минут, не 60, как сейчас, да, но, тем не менее, в других языках по-другому немножечко строится название слова. Ну, например, да, слово там «сейчас» это обозначало «сей же сейчас». Да. И на самом деле такие вот там «сутки» тоже обозначало там определенные, вот если есть соединение букв «с» и «т», и между ними гласное, «сат», «си», «сут», «сот» и так далее. Оно обозначало обычно слово истинный, настоящий, правдивый. А вот «ки», оно обозначало некоторые, можно так сказать, даже непереводимое на современный русский язык, потому что это слово исчезло из оборота, оно осталось в индийском языке, что-то наподобие жизненной силы пространства, как прана, акаша, акаши и так далее. То есть это некоторая эфир, эфирная сила. Но осталось это в японском и в японском. но само понятие, это некоторое «ки», оно и «ке» тоже очень похоже, то есть проявление этой энергии, «ка» оно обозначало всегда душа, а «ки» это душа, можно сказать, пространство, «ки» и «ке», то есть энергия пространства. Таким образом эта энергия, проявленная, истинная, настоящая энергия пространства, она обозначала сутки, то есть это обозначал такой период времени, который вмещал в себе все энергии пространства там вот этих вот суток, да, то есть имело. Почему его так назвали? Потому что имелось в виду, что за это время Солнце успеет появиться на небе, совершить свое путешествие и скрыться вновь в недрах Земли. Читалось же, что Солнце, не то, что оно вращается вокруг Земли, а оно не читалось, что оно вращается, читалось, что оно появляется, оно живое, во-первых, оно было Бобом в те времена, что оно уходит на покой, спит, тоже ложится спать. Отсюда возникла старинная русская поговорка «ложиться спать и вставать с солнышком», ложиться с солнышком, спать. Когда солнышко ложится спать, тогда и человек встает. Когда солнышко встает от осна, тогда и человек встает. Считалось, это самый оптимальный ритм и цикл времени сна человека. «Солнышко засыпает», «ложи засыпать». И вот этот вот цикл сна солнца и его пробуждение, рассвета, ра, он всегда обозначал солнце или солнечный свет. и энергия пространства была и проявлена и в тюрьме, и в свете, то есть и когда солнце было бодрствующее, когда оно спало, обозначало истинную энергию. То есть истинная энергия истины, можно так сказать. Только не просто энергия истины, а энергия пространства, которая была, можно сказать, реальна. Спасибо большое. Скажите, давайте вот вернемся к ленте времени. Получается, у каждого человека есть своя лента времени, и люди обладают влиянием на свою собственную ленту времени и на ленту времени времени некого человечества, некой планеты, нашей планеты Земля. И вот у меня в связи с этим два таких больших вопроса. Первый. Какое количество людей могут повлиять на изменение ленты времени планеты? И второй. Могут ли другие люди влиять на ленту времени другого человека? Нужно ли ее как-то защищать или сохранять? Что мы можем в этом планете? На ленту времени всего человечества может повлиять и один человек. Все зависит от силы его мысли и личной энергии. Помните день, примерно 10 апреля по старому стилю 1870 года в неприметном городке Симбирске родился мальчик Сергей Ульянов, которого назвали неприметным именем, не то, что неприметного, часто встречающегося имя Владимира. Кто знал, что его мысли и его идеи могут так сильно повлиять на весь мир. Об этом не знал ни его отец, ни мама, ни он сам до достижения определенного возраста и опыта жизни. И даже когда он начинал свое дело, он не знал, к чему это приведет. То есть во всех последствиях он видел, что даже когда он писал свои книги, он не знал, что именно так он изменит мир, так он повлияет. Идеи, книги — это материализованные идеи, материализованные мысли. И на самом деле на мир влияет не человек, а его идеи. Ничто не может противостоять силе идеи, время, которое пришло. А кто же тогда определяет время, какой идеи придет? Определяет готовность человечества в целом к тому или иному этапу развития. Готовность психологическая, духовная, физическая. То есть если большинство человечества, например, будут готовы к вступлению в Международный Союз по своей энергетике, по своим понятиям, духовным и моральным целостям, он не сможет противостоять никакая как бы вы ни называли политическая элита, преступная группировка еще как-то. Они просто не смогут противостоять. Они будут бессильны перед этой великой силой мечты, которая поднимет все человечество и выступит в Международный Союз абсолютно естественно и органично. Ну, а если на ленте времени человечества и планеты такое событие его можно как-то увидеть или предугадать или остается это только мечтой? на самом деле мечта это самое великое дело, которое может делать каждый человек. Это реальное ментальное действие, которое преображает мир. На самом деле ни одна деталь из ваших светлых мечтаний никуда не исчезает. Она созидает ваше светлое будущее. Даже те мечты, о которых вы забыли, она воплощается в реальность, но не обязательно в всех подробностях, о которых вы мечтали, но обязательно в светлых. Потому что вы вкладываете в это свою энергию. И чем больше людей на Земле научатся мечтать о светлом, а не подозревать друг друга по темным замыслам, тем светлее станет ноосфера ваша планета и тем светлее станет реальность вокруг вас. То есть реально существует банк ноосферы, где сохраняются все мечты человечества? Они не просто сохраняются, они динамично преобразуются вашими собственными мечтами. То есть эгрегориальная структура это такая динамичная энергетическая энергоинформационная можно сказать сущность, но эта сущность не отдельно, она состоит из всех вас, кто входит в этот эгрегор. А можно сказать, что кин судьбы, вот эта дата рождения соединяет человека с этой ноосферой и помогает быть более связанным с Высшим Я и реализовывать больше мечт своей жизни. Ну то есть что-то нас должно удерживать и связывать с ноосферой. Понимаете, есть, когда человек рождается на земле, у него существуют три основные задачи. Первая задача его личная кармическая, которую он пришел сюда решать как задачи духа. Вторая задача его родовая задача родового эгрегора. То есть как бы не то что, а как компенсацию той энергии, которую потратил род на его воплощение и его поддержку до времени самостоятельной жизни. Третья задача, это задача общественная, как раз тех эгрегоров, в которых он живет. У каждого человека эта общественная задача будет разной. То есть, как видите, человек, чтобы развиваться, не должен думать только о своей личной кармической задаче, чтобы духовно расти. Он должен также позаботиться о своем роде и о том обществе, где он живет. только гармоничное отношение между человеком и самим собой, то есть его высшим я, его духовный суть, что позволит выполнять кармическую задачу, между человеком и его родом и между человеком и обществом позволят каждому человеку жить в счастье, любви, гармонии и здоровье психологическом, душевном, психологическом, физическом и духовном. Ну а как освободить людей от засилия страхов, которые сейчас просто не позволяют мечтать и не позволяют вообще жить как-то свободно, потому что все же зависит именно от внутреннего состояния человека, то есть что он позволяет делать, то в общем-то и происходит. Как освободить человека от состояния страха? Страха перед временем, страха перед событиями, перед людьми, то есть в моменте здесь и сейчас проблем, как правило, не существует. Они либо есть в прошлом, нам что-то не нравится человеку, либо в будущем, потому что это пугает неизвестностью своей. Страх является проявлением инфинкта самосохранения, он необходим в случаях опасности для биологической жизни и так далее. что касается социальных страхов, да, они очень распространены, то есть когда нет реальной опасности для жизни, тем не менее существуют страхи ущерба, отсутствия любви, принятия какого-либо обиды какой-то, да, то есть человек обидит, что его обманут, эти страхи очень распространены и они могут быть преодолены, преобразованы в себе только с помощью энергии любви, так как без роста веры, доверия к миру и к себе и к окружающим не может быть преобразования этого страха. Учитесь любить, учитесь доверять тебе и окружающим, учитесь не проверять верить на слово, тогда вы только откроете свое сердце тем благостным изменениям, которые несомненно ждут вас в будущем, если вы откроете свою душу навстречу Божественному Свету. Бог вам бесконечно доверяет и любит вас, и поэтому учитесь быть подобным его, чтобы соединиться с ним и его ангельским миром в едином потоке совершенства абсолютной энергии Вселенной. А у меня вот насчет страха вопрос, а может ли удалить из поля человека все страхи, глубокое понимание осознания того, что его дух вечен, ему не грозит ничего похожее на уничтожение, что физическая смерть всего лишь переход в другое качество, если он будет точно понимать, что он бесконечен. Поможет ли это на пути ликвидации вообще всех страхов? Если он будет при этом любить Бога, да, если он будет бояться, что эта вечность будет для него страданием, нет, не устранишь. Спасибо. То есть если он будет опять же доверять Богу, что он его любит и будет любить его воскресенье. Такое чудесное наставление нам дали, что нужно увеличивать объемы любви, но как сейчас это сделать, с какими институтами, такими институтами. Ну да, то есть у нас сейчас нет ни образовательных инструментов, ни религиозных инструментов, которые бы помогли людям погружаться, развивать, идти по этому пути, как увеличивать объем любви. Прямо это теперь задача из задачи. О, как интересный вопрос. Отличный вопрос. Это тоже интересует ответа. на самом деле институты, вот вы говорите, нет институтов, у вас есть самый совершенный для вас инструмент в данном времени и пространстве, это ваше тело физическое. У физического тела есть различные инструменты для проявления любви к твоим ближним. В первую очередь их любить сложнее всего, так как эта любовь может быть нарушена их поведением, которое не вписывается в рамки вашего представления о том, кого нужно любить. Дело в том, что у землян существует, ну не только у землян, и мы сейчас говорим конкретно про землян, то есть у людей существует такое понимание, что если любить неидеальное существо, этим можно навредить себе, принять в себя его неидеальность, его духовный изъян. Существует такая подсознательная страхи практически у каждого человека. Именно на этом базируется осуждение, как резкое отвержение этого неидеального, как защита и себя и этого человека, которого судят от его какой-то внутренней тьмы. Существует духовный закон, что если любить и принимать человека таким, как он есть, лишь мягко показывая ему самому ущербность и недостатки каких-то качеств, так, чтобы ему это было понятно, но при этом продолжать направлять любовь, а не осуждение, только это средство может поднять его вибрацию, так как тёмный дух, на самом деле, дух, в котором существует тьма, как отвержение света, какие-то тёмные качества, негативные проявления, он нуждается в энергии живительной любви ещё более, как голодной, более нуждается в пище, чем в сытом. То есть получается храм любви, храм обучения, любви к Богу, это находится внутри, в теле, внутри нас, в душе, поэтому это, мне кажется, прекрасное такое завершение нашей беседы, потому что мне сказал Владимир, у нас час, да, вот, и огромное спасибо на друзья, я не знаю, как называть, неблагопланетяне, там, паричи, да, я ещё, да, сейчас Мит скажет, да, он скажет, сейчас Мит говорит, да, я тоже вас благодарю, сейчас Рамтиан говорит, вас, Юли, и тебя, Юли, и тебя, Владимир, и за интересные вопросы, я хочу сказать вам о кончании этой конференции, и пожелать всем её участникам и кто будет смотреть, чтобы время отведённое на данное воплощение было временем роста любви и осознанности каждого духа. Время любить это время жить. Поэтому я желаю, чтобы вы увидели в словах любовь и жизнь единую энергию, который пронизывается пространством. Я хочу поблагодарить всех и хочу ещё завершить нашу встречу. Мы как раз в конце стали говорить о том, что именно тело является таким вот, да, и храмом, и инструментом, с помощью которого можно достичь понимания и понимания, и осознания, и счастья, и всего. Я как раз вот написал вчера два таких двустиши, а возможно они как раз подведут некий такой итог. Они звучат так, очень просто. Я вчера спросил у Бога, почему так жизнь у Бога? Бог ответил, посмотри, ты у Бога, Бог внутри. Вот, ну, как раз на нашу тему тут всё равно. они тоже говорят, как интересно. Ну, что, тогда? Это понятие, как вы слышали из христианских книг, это понятие святое. Да, но святость этого понятия заключается в свете. Свет выводит из тьмы. Свет свечи например, или факела выводит из тёмной пещеры. Свет солнца выводит из тёмной и холодной ночи. А свет вашей души и истины выводит из тьмы страхов и заблуждений. Вот на этой счастливой ноте я хочу ещё раз всех поблагодарить за очень интересную беседу. Юль, большое спасибо за интересные вопросы, в том числе абсолютно научные и наших гостей, кураторов и наставников за очень содержательные ответы. Ну, а вас, Ирина, за то, что вы снова нам дали возможность всё это услышать и узнать. Большое, большое. большое спасибо. Спасибо, да. До новых встреч в эфире. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok